Мы спешим, у нас машина нужна, у нас сейчас дети подставят. Волонтёры спешат доставить подарки адресатам. Сегодня их ждут в Дмитриевском детском доме, где проживают 39 ребят. И мечта каждого из них, благодаря акции «Стань Дедом Морозом», обязательно исполнится. За одну неделю удалось собрать более 200 презентов для детей-сирот. Безусловно, на Новый год ни один ребёнок не останется без подарков. Ну а вот 231 ребёнок получит особые подарки, которые с душой были подобраны каждым Дедом Морозом. Это действительно уникальная акция. Каждый, наверное, в свой подарок вложил частичку своей души и постарался сделать его самым лучшим, самым замечательным. В холле здания правительства Амурской области установили ёлку. На неё развесили письма детей, которые они писали доброму волшебнику. В роли волшебников выступили члены правительства, законодательного собрания, главы муниципальных образований и простые горожане. Ребята не просили чего-то особенного и дорогого. Мечты и вправду оказались самыми детскими и непосредственными. Старшие, конечно, писали о том, что они хотят футзалки, мячи футбольные, девочки, косметику. Ну а младшие машины на пульте управления, ну и так далее. Ну то, что они вот именно хотят иметь. Специально к приезду волонтёров в детском доме провели праздничную ёлку. Как и положено в преддверии Нового года, все подарки детям вручили Дед Мороз со Снегурочкой. Слава Сабиров не скрывает своего счастья. Всё, что он хотел, уже получил. Осталось передать презент младшему брату, который пока в больнице, но очень скоро его выпишут. И этот праздник они встретят вместе. Новый год ещё не наступил, но волшебство уже началось, и оно продолжится. Вплоть до боя кремлёвских курантов. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение.